Дорогие друзья, сегодня я представляю вам мастер-класс по изготовлению символа 2021 года. Эта веселая коровка будет выполнена в виде сувенира подвески. Для работы нам понадобится лоскут белой бязи 18х24 см, цветной бязи 10х30 см, кружево длиной 32 см, глазки и черный бисер, ножницы, иголка с белой ниткой, кусочек капронового чулка 7х9 см, клеевой пистолет, 50 см любого шнура или узкой тесьмы, а также 4 крупных бусины, синтепон для набивки, ну и конечно же тень и румяна. Теперь сделаем выкройку и вырежем. Переводим выкройку на белую бязь. Прошиваем по контуру на швейной машине или вручную и не забываем оставить отверстие для выворачивания. Набьем тельце синтепоном и зашьем отверстие по тайным стежкам. Делаем ножки из шнура. Отмеряем равные отрезки, в конце каждого завязываем узелок и надеваем бусинку. Закрепляем бусинку клеевым пистолетом. Займемся одеждой. К полоске цветной бязи с обоих сторон пришьем кружево. Сточаем боковой шов в платье и вывернем. Верхний край прошиваем наметочным стежком, надеваем на коровку и затягиваем нитку. Распределим равномерно сборки и этой же ниткой прикрепим платье к туловищу коровки. Готовые ручки из шкура приклеим по бокам туловища, прямо поверх платья. Теперь сделаем мордочку. Наметаем капрон по кругу наметочным стежком. Кладем внутрь синтепон. Накрываем овалом из картона. Стягиваем и закрепляем нашу заготовку. Приклеим готовую мордочку к голове. Теперь оформим голову коровки. Сначала приклеим глазки. Две черные бусинки послужат ноздрями. Вышьем красными нитками рот. Коричневыми тенями подкрасим рога, уши и брови, чтобы наша коровка приобрела более выразительный вид. И последний штрих – петелька из прочной нитки, чтобы повесить нашу кружку на елочку. Ну вот, наша коровка готова. Посмотрите, какая она радостная и веселая. Пусть она принесет вам удачу в новом году. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok